Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях Пятое ноября По народному месяцу слову Яков, гужники В этот день христиане чтут память святого Якова, Иакова, брата Иисуса Христа по отцу, сына Иосифа Обручника от первого брака Недаром называют ноябрь сумерками года Дни его и так невелики, а грязь и голые стволы почерневших от сырости деревьев, света и ярких красок тоже не прибавляют Бывало, пошлет батюшка Яков снежной крупице, чтобы хоть немного уставшую от холодных дождей землю прикрыть А она возьми, да градом просыпся И опять темно, слякотно Хорошо еще, что дровами вовремя запаслись Теперь у теплой печки и душу, и косточки отогреть можно Да еще посмеяться на славу, глядя на то, как здоровенные мужики крохотных пчелок изображают Ведь на Якова принято было есть мед и пчелиные хороводы водить Считалось, что если в этот день пожужжать погромче, полетать побыстрее, да побольше меда съесть Весной пчелы будут хорошо роиться, а летом пчеловоды небывалый урожай соберут Но хоть сладок мед, да не две ложки в рот И даже когда есть захочешь, а много не проглотишь Поэтому ребятишки в основном медовыми пряничками и ковришками баловались А те, кто постарше, мед ароматным чаем запивали и медовухой угощались Кряхтя, да нахваливая ароматное густое варево Веселились мужики, наполняя чарки медами белыми, березовыми, вишневыми Но самым сладким и вкусным, конечно, был тот, что к свадьбам молодоженам варили Многие русские народные сказки завершались такой вот присказкой И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало Или И я там был, мед, пиво пил и усы лишь обмочил Так вот, в стародавние времена мед и пиво были безалкогольными напитками То есть не допускалось их сбраживание Пиво настаивалось на зернах, залитых ключевой водой с добавлением ягод или без них Мед или медовуха готовились из воды, трав с добавлением меда По большим праздникам и на свадьбы готовили сурицу Напиток, изготовленный особым образом и состоящий из чистой родниковой воды, меда и трав, собранных в определенное время Еще был обычай Молодым выделялся пуд меда, который они должны были съесть в течение месяца Что сулило им, как говорилось, счастливую сладкую жизнь в достатке и радости От этого и родилось выражение «медовый месяц» В эту пору наступала пора запрягать лошадей в сани Поэтому проверяли и чинили в этот день всю упряжь Дуги, оглобли, хомуты и так далее На Якова начинали в деревнях делать гужи Гуж – глухая петля в конной упряжи, укрепленная в хомутных клешнях Он обносился поверх оглобли и в него же вставляли нагнетом конец дуги Изготовлялись гужи из конопли или сыромятной кожи Также 5 ноября в старину проводили обычаи закармливания поля Пирог, оставшийся от празднования Казанской, брали с собой И крошили его затем в поле на корм птицам Это делалось для того, чтобы пернатые, прилетевшие уже к этому времени А это снегири, сверистели, чечетки, бьюрки Задобрили землю, упросив ее дать на следующий год богатый урожай В этот день примечали Если на Якова с неба сыпется мелкая крупа То с 22 ноября зима на ноги станет Выпавший снег не тает К урожайному году и благоприятной погоде зимой Нарубить дров на Якова к теплу и уюту в доме Дождь пошел к хорошему урожаю в будущем году Если в этот день навещать свою землю в поле В пору, когда оно голо и взять с него нечего И при этом думать о будущем урожае На следующий год он не заставит себя долго ждать А еще говаривали Снегири, прилетевшие в этот день своим пением Успокаивают поле Братья-месяцы